Чеченским ворам в законе уготована особая миссия. В криминальном мире возможен крупный передел при поддержке властей Чеченской Республики. Освободившегося на днях вора в законе Ахмеда Домбаева, Ахмед Шалинский, оказывается, радостно встречали не только родственники и простые жители Чечни, отметившиеся в комментариях под видео о его приезде на родину. По заявлениям экспертов, с тех пор как Рамзану Кадырову объяснили, кто такие воры, число чеченских законников выросло вдвое. Даже убившие чеченцы Тахи и Парпалия получили иммунитет от кровной мести. А последнему было позволено скрываться от федеральных силовиков в Чечне, где его принимали как почетного гостя. Ранее же глава республики грозил убить за каждого убитого чеченца 80 воров. Но теперь же в этом регионе даже не действует новая антиворовская статья и Домбаев может жить совершенно спокойно. Тем более, что на него делается ставка как на главную движущую силу воровской Чечни. До этого Чечня находилась в поиске главного законника, который мог бы достойно представить свой регион. Для чего на высшем уровне даже была организована схема по досрочному, на 8 лет и 3 месяца, освобождению и переправке на историческую родину вора в законе Азиза Батукаева, находившегося в заключении в Киргизии. Теперь это стало одним из главных обвинений против бывшего президента этой республики Алмазбека Тамбаева. Однако Азиз возложенных на него надежд не оправдал. Да и его любовь к легким наркотикам и алкоголю не очень положительно воспринимается в регионе. Другое дело, занимающийся спортом и религиозный Домбаев, с юности знакомый с колониями, где провел большую часть своей жизни и пользующийся там большим уважением. В его лице, как у наиболее энергичного и перспективного, у чеченских воров появляется реальный шанс перехватить управление в масштабе страны. Тем более, что в колониях у них может быть реальная поддержка, в лагерях по России на должностях смотрящих больше всего чеченцев. Ахмед Шалинский уже начал свою игру, меньше месяца назад не признав вором Сухача, который шел по этапу через Сиза-3 Челябинска из Балашова в Красноярск, после того как восстановил в правах Сергея Асатрина. Поэтому в период некого безвластия на фоне посадки шакры молодого ареста Шишкана, а также намечающегося глобального конфликта с Гулем вполне возможно, что именно чеченцы займут главенствующую роль в новой криминальной парадигме, по аналогии с тем, как это было при Андропове с грузинскими законниками. В настоящий момент единственным остающимся в заключении чеченским законником является Амару Фимский, отбывающий наказание в Московской области, чего в новейшей истории не удостаивался ни один вор. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. Продолжение следует...